Житель хутора Рассвет, Асеп Дурнаян, обращение к мэру Анапы начал с благодарности. Свет, вода, дороги, все налаживается постепенно. В селе не хватает остановок для общественного транспорта. Установка хотя бы пяти штук значительно улучшила бы жизнь селян. Мэр Анапы Сергей Сергеев поставил вопрос на контроль. Прежде чем устанавливать остановки, надо изучить, где именно их лучше и эффективнее поставить. Карен Милканян выступил от имени всех жителей хутора Заря. Водопровод жизненно необходим. Проблема давнишней с каждым годом усложняется. Наверное, в октябре начнем строительство насосного. Мы его быстро построим. Проект есть. Вот тот проект, который есть сегодня на водоснабжение, на Света и Зарей, мы его разогнем на этап. Вот первый этап будет насосная станция. Ясно. То есть поднимать воду. То есть она не умрет, вот этот весь проект? Нет. Из проблемы с водой вытекло еще одна заброшенная земельная участка. На очереди стоят многодетные семьи и ждут положенной по закону земли. Недобросовестные хозяева забрасывают участки и по несколько лет не приезжают. Выморочные наделы передадут многодетным семьям и бюджетникам, врачам и учителям. Сергей Сергеев поручил первому вице-мэру, Светлане Ровой, проехать вместе с Кареном Мелконяном и осмотреть невостребованные участки, чтобы ответственные службы их изучили и начали процесс по отчуждению. Гамлет Вартанян обратился к Сергею Сергееву с просьбой помочь решить проблему с электроэнергией. Жители микрорайона «Юбилейный» несколько лет назад собрали деньги и самостоятельно установили трансформатор. Сегодня его мощности не хватает. Рассчитывали на 40 домов, а пользуются электроэнергией 140. Похожая жалоба на низкий уровень напряжения от жителей села Гайкадзор Юрия Григоряна. Сергей Сергеев пригласил начальника Анапских районных распределительных сетей Сергея Шевчука и потребовал объяснить, какие меры предпринимают. В 2014 году мы предполагаем установить порядка двух трансформаторных подстанций. Дополнительно? Дополнительно. То есть сколько им еще терпеть? В 2014, в сентябре начать? Да, я думаю, что где-то до мая месяца. До мая 2014 года, да? Да. Директор Дома культуры Валентина Стамбальяна прием мэра записала, чтобы поблагодарить за оказанную помощь. В ДК отремонтировали крышу. 13 жителей Гайкадзорского сельского округа решили проблемы. Дополнительно в холле школы представители городских служб и ведомств провели консультации. Подробные разъяснения получили 119 селян. После приема граждан Сергей Сергеев зашел в местную амбулаторию, узнал о потребностях медработников из первых уст. Необходимое оборудование приобретут в ближайшее время. Устройство для обработки анализов и КТГ-аппарат для беременных. Ежедневно в медучреждения обращаются около 100 жителей. Работает дневной стационар на три койки. Прием ведут 6 специалистов. Молодой врач-акушер-гинеколог Александра Коробская приехала из Красноярска. На выделенный миллион рублей подъемных денег по государственной программе купила квартиру в Анапе. Проблем еще немало и в городе, и на селе, но постепенно решают каждую. Наталья Пухальская, Антон Чистяков, Анапа. Регион.